Приветствую. Я рада, что это есть возможность у каждого из нас быть сегодня в этом общении и быть в Божьей семье. Это для нас честь и привилегия, что Бог нашел нас, предопределил, предузнал, призвал, возлюбил, назвал нас своими сыновьями и дочерями. Слава, слава нашему Господу. Спасибо, мне принесли мой возлюбленный супруг, принес мне чашечку чая. Я благодарна. Спасибо Господу за моего прекрасного супруга. Аллилуйя. Итак, дорогие, я очень рада, что мы вместе познаем пути Господни, что мы вместе познаем Бога. Ведь это самое главное, самое интересное, что может быть в жизни. Помимо того, что мы справляемся с нашими бытовыми обязанностями, что мы что-то делаем здесь на земле, выживаем, живем. Но помимо всего этого, что мы познаем Бога, и это наше высшее призвание – познавать Его. Я в это верю, я этим живу. И для меня это большая радость и большая перспектива. Это такая цель, которая выше всех любых других целей, которые могут быть на земле – познать Бога. И Бог для этого нам оставил свое священное слово, свое писание, которое Он высвобождал через всех своих служителей, пророков, учителей, помазанников. Он высвобождал свое слово, чтобы сегодня мы могли, наслаждаясь словом, познавать Господа, лично открывать Его для себя, общаться с Ним и возрастать в Боге, возрастать в благодати, возрастать в истине. И это так замечательно, это осознавать и в этом пребывать. Аминь. Дорогие, мы вчера с вами затронули потрясающую тему. И я бы хотела немножечко закончить. Ну, она вообще нескончаемая, эта тема. И я немножечко хотела, я вчера очень быстро закруглила эсир, потому что время пришло к концу. Хочу коротко напомнить, что мы говорили в прошлый раз и продолжить смотреть дальше эту тему. Итак, мы говорили послание Фессиным, третья глава. Сейчас открывать его не надо, но я хочу коротко напомнить о том, что мы говорили, как нам исполнится всей полнотой Божьей. Мы знаем, что Бог — это абсолют совершенство. Бог — это единственная личность во Вселенной, который совершенен, абсолютно совершенен, идеален, превосходен, великолепен, свят, праведен, мудр, долготерпелив, любвеобилен, милосерд. И все-все-все, все самое позитивное, что можно найти. Какие качества мы знаем? Это то, что Бог открывает нам в своем священном Писании, каков Он. И когда мы понимаем, что Бог — это абсолют совершенство, и Писание показывает нам, что мы можем исполниться всей полнотой Божьей. И, вау, неужели мы, люди, ограниченные, которые так мало имеют представления вообще о всей жизни, о всех правильных путях, неужели мы можем исполниться полнотой Божьей? Да, можем, Расписание говорит, значит, можем. Итак, мы смотрели, как можем, и мы увидели, что мы можем исполняться полнотой Божьей, когда мы постигаем любовь Иисуса Христа, когда мы постигаем Его любовь. И, ау, 18 стих, послание Фессиным, он говорит нам, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. В какой любви? Мы вчера говорили об этом, я хочу напомнить, какой любви мы укоренены и утверждены. Мы укоренены и утверждены в Божьей любви. Конечно же, не в своей любви к Богу и не в своей любви к людям. Наша любовь, она очень скудна и ограничена. Но Божья любовь, она всегда будет больше, чем любая любовь матери к своему ребенку, или невесты к своему жениху, или жениха к своей невесте, или родителей к своим детям, или детей к своим родителям. Какая бы ни была форма любви, дружеская любовь, любовь Божья, она всегда, всегда больше. И мы говорили о том, что нам важно знать, что Бог любит меня. Итак, дорогие, я надеюсь, что когда вчера многие из вас смотрели эфир перед сном, у вас была прекрасная возможность вечером сказать «Отец, я благодарю тебя, что ты любишь меня», «Бог, ты любишь меня». И, проснувшись утром, я уверена, что вы сказали эти слова «Бог, ты любишь меня», «Ты любишь меня». И вообще, давайте подумаем об этом. Не просто скажем эту фразу, не просто где-то в разуме она у нас, может быть, пролетает иногда, но поразмышляв над этим «Бог, Бог любит меня». Скажите вместе со мной «Бог, ты любишь меня», «Бог любит меня». И это откровение, это понимание, оно дает нам силу наполняться его любовью, силу быть в нем, знать, что мы всегда приняты. И когда мы читали дальше, мы не успели сконцентрировать внимание, но сегодня мы посмотрим. А тому, кто действующий в нас с силою, и в тесте нам 3.20, А тому, кто действующий в нас с силой, может сделать несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Как мы можем прийти к славе Божьей? Как мы можем славить Господа? Мы можем славить и прийти к славе Божьей только в одном случае, когда мы постигаем Его любовь. О любви сказано много в Священном Писании. Можно целый цикл проповедей провести, и хочется провести целый цикл проповедей о Божьей любви. И увидеть, что любовь освобождает нас от всякого страха. Любовь освобождает нас от всякой зависимости, от всякого контроля. Любовь приводит нас к совокупности совершенства. Об этом написано в других местах Писания. Итак, действующая в нас сила. В нас действует сила Божьей любви. Когда в нас действует эта сила, и она возрастает, именно сила Божьей любви. Когда мы открываем для себя любовь больше и больше, то эта любовь, она обладает огромнейшей силой. Огромнейшей силой, способной совершить невероятные действия. Сила любви приводит нас к вере. Сила любви приводит нас к победе. Сила любви приводит нас к откровениям. Приводит нас к прощению. Сила любви приводит нас к чудесам. Пониманию тому, что Бог, когда мы понимаем, что Он нас любит, то значит Он может сделать для нас, как мы прочитали, несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Давайте задумаемся над этой фразой. Бог может сделать этой силой любви несравненно больше. И эта сила действует где? Она действует внутри нас. Скажи, эта сила действует внутри меня. Я хочу это сказать. Эта сила действует внутри меня. Эта сила, это вулкан любви. Давайте с вами откроем римлянам пятую главу, пятый стих. И посмотрим, что говорит нам Священное Писание в этом месте. Потому что здесь мы видим соединение силы Духа Святого и соединение Божьей любви. И мы увидим с вами интересный фрагмент. Римлянам 5.5. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши, Духом Святым данным нам. Надежда не постыжает. Надежда на Бога, на Его обетование, на Его присутствие в нашей жизни, она нас не разочаровывает. Когда мы надеемся на ответы от Бога, когда мы надеемся на Его укрепляющую руку, на то, что Он с нами, что Он нас поддерживает, когда мы взываем к Нему, мы имеем надежду, и она нас не разочарует. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Знаете, мы привыкли ассоциировать силу Духа Святого с какими-то проявлениями. Когда мы с вами прочитали Деяния апостолов, мы увидели, как Дух Святой сошел на апостолов. И когда Иисус говорил, Он сказал, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ожидайте Святого Духа, и вы примите силу». Силу. И вот здесь была остановка в Писании. Силу. И ассоциация такая у христианства сложилась, что когда мы принимаем силу Святого Духа, значит, мы принимаем чудеса, знамения, победу, какое-то торжество, какое-то силищу над властью тьмы, над болезнями, над демонами. Да, эта сила присутствует в Духе Святом, но она основывается на любви Божьей. Когда вы примете силу, вы примете силу любви. И здесь мы увидели эту комбинацию, потому что любовь Божья излилась в сердца ваши Духом Святым. Посмотрите, какая сила излилась в наши сердца. Сила Божьей любви. Любовь излилась Духом Святым. Дух Святой – это третья личность Божества. И Дух Святой открыл нам глубину Божьей любви. И Он продолжает открывать нам, потому что через Духа Святого мы постигаем Писание. Правда? Мы понимаем, что Дух Святой открывает нам Писание, открывает нам предназначение. Дух Святой открывает нам истины, открывает нам секреты. Дух Святой укрепляет нас, утешает нас. Это все работа Духа Святого. И Он же открывает нам Божье сердце, сердце любви. И это Его задача, Духа Святого. Поэтому вместе с приходом Духа Святого в наше сердце пришла любовь. И мы уже не остались с вами прежними. Мы уже с вами изменились. Мы изменяемся и продолжаем меняться. Мы уже не те, как раньше, когда мы только уверовали, когда мы еще так мало знали о Боге. Но теперь мы абсолютно другие. Мы возрастаем в Духе Святом. Мы возрастаем в Божьей любви. Итак, сила Божьей любви, которая изменяет нас, сила Духа Святого – это сила Божьей любви. Потому что Он первый возлюбил нас. Не мы Его возлюбили, а потом Он нас возлюбил. Не мы стали хорошенькими, и Он нас полюбил. А потому что Он нас полюбил такими, какие мы есть. И назвал нас своими, и призвал нас, и оправдал нас, и очистил нас, и омыл кровью Иисуса Христа, и дал нам одежды праведности, и дал нам перстень, и дал нам обувь. И поэтому мы приняты и названы Его детьми. И теперь, ходя по этой земле, теперь мы постигаем Божью любовь. Итак, размышляя дальше о Божьей любви, откуда мы знаем, что Бог любит нас? Давайте еще тверже, еще лучше положим основание этого откровения в нашей жизни. Откроем Римлянам 8 главу. 8 главу Римлянам, и будем читать с 31 стиха. Сегодня мы с вами посмотрим на эти удивительные места писания, на эти стихи. Итак, Римлянам 8, 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Апостол Павел пишет послание Римлянам, и размышляя о Божьей любви, размышляя о том, кто мы во Христе Иисусе, потому что если вы прочитаете предыдущие стихи, вы увидите, что он очень четко, конкретно объясняет о том, что делает Дух Святой в наших сердцах, о том, что мы надеемся, о том, что Бог все обращает нам во благо. И вот в этом стихе, в 31, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Этот стих приводит нас к пониманию, что Бог за нас. Давайте вместе скажем, Бог за меня. Не просто за нас, но за меня лично. Бог за меня. И кто может быть против? Что значит Бог за меня? Иногда мы думаем, что если я что-то не так сделал, как Бог может быть за меня? Давайте посмотрим, что в Старом Завете, в Старом Завете, что происходило с народом Божьим? Мы видим, что Бог был периодами, он был против, против своего народа. Когда народ грешил, когда Божьи суды изливались на них, когда он допускал, чтобы враги приходили, то филистимляне, то амории, то еще кто-нибудь приходил и постоянно теребили их, потому что они убирали свой взор от Бога. И они начинали увлекаться другими вещами. Но в наше время, благодаря крови Иисуса Христа, благодаря искупительной жертве, тому, что гнев Божий и суд Божий, предназначенный для человека, весь был обрушен на Иисуса Христа, благодаря крови Иисуса, Бог сегодня за нас. Бог на нашей стороне. Он назвал нас своими детьми. И Он, как Отец, на нашей стороне. Он за нас, и Он не против нас. Он не против нас. Он за нас. Иногда, может быть, мы думаем, что если мы что-то не доделали в нашей жизни? Может быть, не читали Писание? Может быть, не молились давно? Или не ходили в церковь какое-то время? Или что-то не сделали? Какие-то ритуалы, какие-то обряды? О, ну я же не почтил Бога. Я же вот это, вот это, вот это не сделал. Значит, Бог против меня. Дорогие, Бог остается на нашей стороне. Он за нас. Он ополчается вокруг нас. Он оболчается вокруг тех, кто боится Его, кто уважает Его, кто согласен с Ним. Наша задача просто быть согласным с тем, что это первый шаг, что Бог за нас. Первый шаг быть согласным и понимать, что Бог за меня. Почему Бог за меня? Давайте прочитаем дальше, потому что следующий стих, он нам показывает это. 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Итак, Бог не против меня. Бог за меня. Потому что он тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. предал его за меня лично, за тебя лично. Бог не пощадил своего сына. Давайте остановимся на этой фразе. Как это? Бог не пощадил, не пожалел, не удержал у себя этот дар, но отдал его нам. Как это? О, ну это же Бог, ему было это легко сделать. Нет, неправда. Это было нелегко сделать Богу. Давайте подумаем о нас. Могли бы вы отдать своего ребенка, своего сына за какого-нибудь преступника, за какого-нибудь негодяя? Я бы не смогла. Я бы не смогла это сделать. Ответ очень прост. Мы не можем этого сделать. У нас недостаточно любви, чтобы отдать своего дитя. Иногда мы можем сказать, я лучше сам пойду умру за своего ребенка. Да, но Бог сделал больше. Он отдал сына своего за нас. Представляете? Мы иногда говорим, да лучше я за тебя пойду и умру. Мы иногда говорим, я, лучше я заболею за тебя. Вот дети, когда болеют. Но, чтобы отдать сына своего или дочь свою за кого-то, мы этого не можем сделать. И слава Богу, что Бог не как мы. Потому что, если бы это зависело от нас, мы бы все оставались в грехах, мы бы этого не сделали, и все бы пошли в ад, и погибли бы все, и от нас бы памяти даже не осталось. Все было бы уничтожено. Но из-за того, что это сделал Бог, Он отдал сына своего. Есть очень уникальный пример Библии, который говорит нам об этом. И этот пример мы с вами находим в Бытие, в 22 главе, где Абраам отдает сына своего Исаака на жертвенник. Этот образ, который нам дает Священное Писание, он указывал на жертву Иисуса Христа. Мы немножечко поразмышляем об этом. Абраам услышал голос Божий. Я коротко прочитаю. Это 22 глава, второй стих. И в синодальном переводе Бытие 22 глава 2 стих можете открыть вместе со мной или посмотреть у нас на экранах. Сейчас будет выведен этот стих. Бытие 22, 2. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Абраам встал рано утром, оседлал осла и так далее, взял отрока и пошел на это место. Итак, я хочу обратить ваше внимание на эти слова. Ведь эти слова, они не случайно приведены здесь в Священном Писании. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Абраам любил Исаака. это сын его обетования. И вдруг Бог говорит, так долгожданный сын, которого он ждал 25 лет, когда Бог сказал, у тебя будет сын. И Авраам ожидал наследника, ожидал потомка своего. И когда потомок и наследник, единственный сын его, Исаак, появился, то он вдруг услышал от Бога такую фразу, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Авраам очень сильно любил Исаака. И на примере Авраама Бог показывает, когда Авраам пришел с Исааком на гору, моря, когда он уже вознес на него, занес на него свой нож, чтобы принести его в жертву, знаете, иногда, может быть, это вызывает у нас ассоциацию такую, что это очень, очень жестоко. Что это происходит? Вообще, как Бог мог это сделать? Дорогие, во всем этом есть прообраз. И мы знаем, что Бог не допустил этого. Он ангел с неба возвал к Аврааму и сказал, остановись, Авраам. Я вижу, что ты любишь. Ты любишь меня. И он остановил Авраама. Почему он остановил Авраама? Потому что, конечно же, Исаак не был совершенной жертвой, потому что Исаак был человеком. И Бог остановил и дал замену место человека. Он показал на овна, который запутался и которого нужно было взять из кустов. Бог усмотрел эту жертву и принес вместо сына своего. Авраам своего единственного сына принес. И это для нас образ того, что Бог, теперь Бог, Отец, отдает сына своего. Отдает добровольно, не пожалел и отдал его на Голговский крест. Отдал его на мучения, на страдания за нас. Бог сына своего не пощадил. И когда Бог привел Иисуса к Голговскому кресту, когда Он позволил этому осуществиться, вы знаете, замены не нашлось. Никто не заменил Иисуса. Если у Авраама была замена, которая указывала на Иисуса Христа, то у Бога Отца не было замены. Представляете? Он знал, что замены не будет. Он знал, что Ему нужно взойти на крест. И Он сделал это ради нас. Он пошел на крест на страдания, на мучения, на унижения, распятия, когда Он был поднят высоко, над всей толпой, был поднят выше Иерусалима. На Голговском кресте висел Божий Сын, чтобы нам с вами сегодня не страдать, не висеть, не попасть в ад, иметь общение с Богом, быть восстановленными в позиции сыновства. Вот, что сделал для нас Иисус. И посмотрите, что говорит дальше. Это место Писания. Попрошу, пожалуйста, выведите, выведите, пожалуйста, Макс, это на экран. Римлянам, 8 глава, 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Как с ним не дарует нам и всего. Итак, самое дорогое, что есть у Бога, Он отдал для нас. Вы согласны с тем, что Иисус это было самое дорогое, что есть у Отца? Ни галактики, ни звезды, ни раскаленное солнце, ни какие-то красивые пейзажи, ни золото, ни бриллианты. Это все мишура, но есть Личность, Божий Сын, который присутствовал и жил в присутствии Отца Бога, в триединстве, в гармонии, в любви, в совершенстве. Существовал Бог от начала и безначальный. И Он согласился отдать Сына Своего, не пощадил и отдал самое дорогое, что у Него было, самого Иисуса. И если Он отдал нам Иисуса, а Иисус есть самое дорогое, самое ценное, как с Ним не дарует нам и всего. Иоанна 3,16 говорит нам о том, что Бог возлюбил этот мир и отдал Сына Своего. Бог возлюбил. Только любовь Божьего сердца заставила Его сделать это. Только любовь Иисуса к Отцу заставила Его это сделать. Побудила, я бы даже сказала не заставила, а побудила Его это сделать. Согласиться с волей Отца и прийти на эту грешную землю, прийти сюда, где есть, где такая трагедия разврат, беззакония, где грех человека съедал, разрушал, где дьявол издевался над людьми, прийти на эту территорию и отдать самого себя. Это сделала любовь. Это сделала только любовь. Поэтому, когда Бог говорит о том, что Он возлюбил мир, то Он отвечает за Свои слова. Он действительно возлюбил. И поэтому Он сегодня за нас. Дорогие, ты можешь быть уверенным, дорогой человек, дорогой мужчина, женщина, брат, сестра, что Бог любит тебя. Если бы ты был один, если бы я была одна на этой планете Земля, в грехах, проблемах, трудностях, то Бог бы пришел ради меня, отдал бы Сына Своего, ради тебя одного единственного. Он бы отдал Иисуса. Самое драгоценное, как мы уже сказали, Он отдал. И это для нас никогда, пусть не будет затертой фразой, Бог возлюбил нас, Он любит тебя, Он любит твоего ребенка, Он любит твою жену, твоего мужа, Он любит всех нас. Но здесь, дорогие, нам важно понять, что Он любит лично меня. Лично. Скажи, Бог, ты любишь лично меня. Я возлюбленный тобой, поэтому, Бог, ты за меня. И ты отдал, Бог мой, ты отдал самое драгоценное для меня. Для меня ты отдал самое дорогое, ты отдал Иисуса. Иисуса. Знаете, здесь написано, что с Ним дарует нам все. И почему-то мы в нашем христианском хождении как-то странно сбили фокус. Мы вдруг увели глаза от Иисуса и сказали, о, нам дарует все, нам нужно все. Наша природа плотская, земная природа, она хочет обладать всем. И как-то у нас произошло такое сбивание фокуса, что мы хотим, да, мы хотим, чтобы у нас было здоровье, мы хотим, чтобы у нас было благословение, мы хотим, чтобы у нас была мудрость, терпение, но Писание говорит, что он дарует нам с Иисусом все. Он дарует нам с Иисусом все. И в первую очередь он дарует нам самого Иисуса. И вот это важно усвоить для себя в это последнее время. Нам важно сфокусировать свое внимание на Иисусе, что самое дорогое это сам Иисус, сама личность Иисуса. И когда мы постигаем Иисуса, когда мы постигаем Его самого, а Он есть любовь, Он есть сама любовь, тогда все остальное прилагается. Но мы почему-то увлеклись прилагательными, мы увлеклись, нам нужна мудрость, нам нужен успех, нам нужно процветание, нам нужно здоровье, нам нужно то-то-то-то-то все, нам нужны хорошие качества характера, нам нужна выдержка, все это есть в Иисусе, поэтому давайте будем искать самого Иисуса, фокусировать свой взгляд на самом Господе и иметь личное общение с Ним, познание Его. Пусть в нашей жизни это станет главным приоритетом – познавать самого Господа, пребывать в Иисусе. Так, простите. Нам важно познавать самого Господа. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он надеснул и Отца, и Он ходатайствует за нас и так далее. Итак, прежде всего нам важно понимать, что Бог даровал нам Иисуса. И пусть сегодня в нашей жизни весь фокус будет на самом Иисусе. Итак, дорогие, подводя итоги сегодняшней темы, кто против нас? Никто не может быть против нас. Ни экономический кризис, ни враги, ни сотрудники, ни какие-то обстоятельства, ни болезни, потому что Бог за нас. Почему Бог за нас? Потому что Он не пощадил Сына Своего. Он отдал Сына Своего, Он доказал Свою любовь, доказал любовь к нам. И нам очень важно размышлять об этом, понимать, как Бог любит меня. И если Он отдал Сына Своего самое дорогое, вместе с Иисусом Он дарует нам все. Итак, Он отдал нам Иисуса. Бог любит меня. Бог любит меня. Продолжайте размышлять над этим, чтобы ваши жизни преобразовывались. И если какие-то обстоятельства приходят против вас, потому что мы можем задавать вопрос, но если Бог за меня, почему то или другое случилось в моей жизни? Знаете, ответ простой. Потому что дьявол ненавидит Бога. Дьявол ненавидит тебя. Ненавидит меня. Он ненавидит нас всех. И его задача поставить Бога в невыгодное положение. Он делает все. Он ставит палки в колеса. Он постоянно нам устраивает какие-то ситуации, чтобы заставить человека поверить, что Бог против него. Его задача разлучить человека с Богом. Чтобы человек перестал надеяться на Бога, перестал верить, что Бог добр, благ, любви обилен. И начал смотреть на свои поражения, начал смотреть на обстоятельства, начал сокрушаться, плакать, рыдать, разочаровываться, входить в депрессию. Потому что в этот момент вера в Бога у человека может поколебаться. Но это задача дьявола поставить вот эту преграду между нами и Богом. Через зачарование, через наши ошибки. Чтобы когда мы совершаем ошибки, когда мы совершаем непослушание перед Богом, когда мы грешим, чтобы наш фокус был на грехе, на наше поражение. И чтобы мы перестали думать о том, что Бог-то все равно на нашей стороне. Он ставит между нами и Богом преграды. Но помните, дорогие, Бог за нас, и Он никогда не против тебя. Все обстоятельства Бог обернет во благо. Если Он смог море превратить в пешеходную дорожку, если Он смог из-за льва сделать котенка ласкового, Он сможет помочь тебе и обратить твои обстоятельства во благо. Бог за тебя, Он не против тебя. Аллилуйя, да будет так, да будет так. Итак, дорогие, наш эфир подходит к концу. Мы сегодня говорили на потрясающую тему «Бог за меня». Продолжай говорить «Бог за меня», Он не против меня, «Я в нем». На этом я сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч. Благословения вам. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok